Привет! С вами Торо, вы на канале Анисанрайз, и мы продолжаем прохождение Кодвейн. Наша няша опять уснула. В общем, у неё очень правильная жизненная позиция, в любой непонятной ситуации нужно просто спать где только можно. Так, нам нужно отправляться дальше на исследование разрушенного города, но для начала нам наверное стоит проверить, можем ли мы улучшить свое оружие и кровавую вуаль. Новое наше оружие, которое мы только получили. Так, в наличии 3 дымки. Нужно 600 дам. Плюс 19 физ урона. Хорошо. И еще раз мы даже можем улучшить. Отлично. А что по кровавой вуале? Недостаточно дымки. А, так и королевского железа у нас тоже как бы нету. Дымка нам здесь особо не поможет. Ну, зато у нас вон 109 дымки осталось. Мы все слили. Некоторые союзники могут сопровождать вас в путешествиях. Ага. Ну, типа где оно? А, там наверное можно будет выбирать. Так, уровень мы не повысим, поэтому ладно. Телепорт. Катакомбы. Перекресток. Да. Ну, получается так. Вроде как здесь уже можно будет менять напарников. Граждане мира. Активация Амелуи дает другим бессмертным и людям возможность попасть в уже исследованные области. Попробуйте вернуться туда, где уже были. Вдруг вам... Вдруг там появилось что-то новое. А, вон стоит парень. Ну-ка. Кстати. Да нет, не могу я здесь союзника сменить. Только Мия. Так, что меня интересует? Меня интересует мувсет. Отлично. Дальше маневренность. Вообще шикарно. Она есть. Ну и со штыком, само собой, тоже есть. Так, что меня еще интересует? Вот это. Ну, слушайте. Хорошо, хорошо. Все. Мне мой билд нравится. Хп-шка тоже есть. Ты тоже исследуешь это место? Я своего рода торговец. Исследую глубины и продаю ценности. Миязмы в последнее время не плотные, да? Я предвидел, что будет опасно, но все равно решил прийти. Моего партнера по исследованиям так нигде и нет. Думаю, наша встреча была предопределена судьбой. Возьми эту карту. Я тут еще побуду. Если захочешь что-нибудь купить, приходи. Ммм. Получена карта пещеры тьмы. Пещера тьмы. А знаете, что это значит? Это значит, что прямо сейчас мы идем с вами на... Ммм. Исследование первых глубин вместе с Мией. Так, обмен ценностей. Получится... Если у тебя есть материалы старого мира, могу обменять их на ценности. А, на подарки! Семена цветов, необычные вы... У нас две штуки есть. Давайте возьмем конфету Кровавые Слезы. И чеснок в шоколаде. Я не знаю, кому мы это будем дарить, но... Пускай будет. Доступ к глубинам. Принесите карты глубин Дэвису на базу. Так можно попасть в различные области глубин. Враги страшны. Исследования сложны. Но там много дымки и материалов для улучшения. Вот, сейчас пойдем посмотрим. А мы там какого уровня? Шестого. Само то. Я думаю, шестой уровень это уже вполне себе подходит для первых глубин. Но теперь, если дали карту, то, видимо, мы прям подходим по всем требованиям для этих глубин. Враги страшны, да? Но... Говорят, награда там хорошая, так что... Рискнуть стоит. Так, ну что? Да, это карта глубин. Если хочешь туда попасть, скажи мне, и я тебя отправлю. Отправиться в глубины. Так, посмотри доступные маршруты. А, ну у нас только одна. Одна карта глубины пещеры тьмы. Неисследованное направление. Слишком далеко не уходи. Если почуешь опасность, сразу возвращайся, слышишь? А-а, не в наших. В правилах возвращаться. Ну, посмотрим, что нам предложат первые глубины. Пещера тьмы. Так, Мия, ты готова? Ты как? Блин, ну милаха все же. Так, химический светильник. Дар. Эрвис-102. Что? О, что это? Что это за дар? Дает дар льда, независимо от кода крови. И как это? Ну-ка. Вы получили предмет дара льда. Позволяет наносить ледяной урон оружием, которое у вас в руках при сосредоточении. Это пассивка? Нифига себе халява в глубинах. Ну, я уже не зря сюда зашел. Даже если меня тут нахлобучат, я получил уже ценную плюшку, и я доволен. Я уже получил новую пассивку. Эту дверь мы еще не открывали. Вам потребуется ключ из пещеры тьмы 1 и 2, да? Ну и не откроем Мия, мы ее сейчас никак с тобой. Потому что нечем. Ну и у нас вон два прохода. Получается, в каждом из проходов у нас будет по одному ключу. Ну, все логично, все понятно. Значит, враги здесь страшны, да? Ну, ничего, нас таким не запугать. Мы вон этого с первого раза убили, как его, Оливера Коллинза, так что. Первого босса мы запинали вообще без проблем. Поехали. Тоже мне враги страшны. Штык поглощения, это куда? Что он дает нам? Чем он лучше нашего штыка? Тихо. Страшные звуки. Физурон 206. Ага. Ну, здесь доп. урон выше. И плюс он еще дробление. Кроме этого. Вес 11, здесь вес 14. Но все равно будет маневренность высокая. Я не знаю. Пока оставим стандартный, а там будет видно. Нужно будет залипнуть. В статы, в характеристики. Чтобы выбрать, что мне больше подходит. Ну, и насколько я знаю, кинжалы. Ага. В итоге в глубинах должно быть что-то страшное из боссов. Но я сомневаюсь, что там будет босс, которого не было в игре. А раз уж босс в игре был у нас только один, это Оливер. Скорее всего, у нас будет здесь Оливер. Возможно, немножко потолще. Возможно, он будет немножко побольнее бить. Но, думаю, будет все тот же Оливер. А это уже на аренку похоже. Ага. Мия просто ваншотит снайпера. А что бы и нет-то? Моя школа. И что? Крупный потерянный рассеян. Активатор MJ-18. Материал из Старого Мира. А ключа, типа, здесь нету? Это же вроде все. Мы исследовали это направление полностью. Причем, на ключа нам что-то не дали, ладно. О, кстати, давайте проверим, как этот дар работает. Похоже, вокруг остались еще предметы. Два. Всего две лутинки мы в этой локации еще не нашли. Блин, очень полезный дар. Лут-гоблин внутри меня просто радуется этому безумно. А вот одна, допустим, плюха, которую мы пропустили. О, не понял. А здесь, значит, еще где-то четыре предмета, да? Любопытно. А где их провтыкать-то мог? Так, ну, у меня теперь это того. Да хватит! Внезапно-то... Подниматься. Ага, вон еще одну лутинку вижу. Так, этот-то понятно встанет, но и этот же встанет. Ну, он пытался, он честно пытался. Так, стоп, здесь лутинка. Так. Отголосок потери здесь лутинка. Ай, не пойду я к нему. Давай, Мия. На тебя вся надежда. Ой, ты умница моя. Вы освоили дар призрачный натиск. О, кровавое железо. Королевское железо. Как раз таки то, что нам нужно было для улучшения кровавой вуали. И мы получили первый ключ. Мы получили первый ключ и еще один, и мы сможем открыть центральную дверь. И если коротко о том, что происходит, то по нам даже никто еще ни разу не ударил. Эмм, как-то вот. Че-то прям как-то странно. Ну, большая часть заслуги здесь, конечно же, умеет. Она умеет заявить. Да жду я тебя, жду. Куда я в одиночку-то без тебя пойду? Я что, зря брал сезонник, чтобы мне тебя дали? Конечно, я без тебя никуда не пойду. К тому же ты будешь пополезнее Оливера все же. Как ни крути. Потерянные пришли в поисках кровавой. Ага. Ладно, хорошо. Будем считать, что я понял, что происходит. Нет, все же один раз нам по лицу дали. Ладно. Не могло быть все так радужно. Конечно, не могло. Так, Мия, давай ты будешь держаться и жить. А, у Мии-то хп побольше, чем у меня, ясно. Зря волнуюсь. Оп, 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 Мия. Мия. О, ты умница моя. Да хилися как быстрее, Женщина химия. Чуточку быстрее. Мия, ты там как? Ладно, Мия там норм. Это только я один здесь страдаю. Короче, я почти по факту один раз и отвалился даже. Ну, если бы не Мия, то я бы отвалился. Так, но дважды я бы на это рассчитывать не стал. Присутствие потерянных больше не ощущается. Да и слава богу. Ух, сколько осколков потери-то. Отголосков потери. И еще одну королевское железо. Ммм, и еще одну королевское железо. Ну, понятно, понятно, где и как выгодно фармить ресурсы. Так, а мне точно никто не хочет дать ключик? И где-то поблиз... А, вот где, наверное, будут два предмета еще поблизости. У меня, типа, одна хилка осталась, поэтому я не особо-то... Потерянный палаш, ну спасибо, такое было. Я не хочу особо отваливаться. Да хватит разворачиваться. Угу, понятно. Понятно. Я думал, глубины эти уже заканчиваются, и сейчас мы ключик получим. Но что-то пошло не так. Так, тот же... Нет, не поднимется, наверное. Все, ключ из пещеры тьмы. А второй получен. Враг под нами. Сейчас мы... О, и подарочек. Классический фотоаппарат. Так, сейчас, сейчас, сейчас. Мы этих запинаем, и мы пойдем с тобой смотреть, что там за босс-то. Ну, я склоняюсь к тому, что там будет Оливер. А потому что кому там еще быть-то? Все. Хилок нету. А, там еще что-то впереди. Ну, блин, и хилок нету, да? Там так это омыло. Ага. Ну да, там еще... А, опять этих три штуки. Блин, как бы это не страшно, но стимулятор регенерации мы на всякий случай воткнем на панельку. А то вот так вот все начнется, и хз, что потом делать. Ага. Вот я о чем и говорил же. Кушай, 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 улица. Не, я предлагаю его пристрелить. Попрофитнее должно быть. Ага. А это еще не босс даже. Это так. Крупный, потерянный всего лишь. Отголосок потери. И это все ради чего мы... Все серьезно, что ли? Вокруг не осталось перед... Да вы издеваетесь. Ради отголоска потери я вот это вот все вот так вот... Ладно. Хорошо. Пойдем к Амели и... Пойдем уж... Смотреть, что за босс в этих глубинах. Можно было отыграть намного лучше, но... Вот здесь должна быть плюха, нет? Нет. А почему? Слушай, может быть ты плюха? Может быть из тебя и падает то, что мне нужно. Нет, он просто стоит в виде этого спонсора дымки. Больше там ничего ценного нет. Тут вопрос в другом. Все же Оливер там будет или нет? Было бы крайне странно, если бы в глубинах был какой-то другой босс. Помимо Оливера. Все, восстанавливаем свои хилки. Ага. Ну и можно попытаться открыть эту дверь. Так, все, ключи использованы. Нет, не похоже на Оливера. Этих так просто не победить. Даме я полностью с тобой согласен. Выглядит... Узник бездны. Нет, это Оливер. Это Оливер. Ну во время каста-то за что? Ам, почему уклонение так плохо работает у меня? Айдь. Опасность. Ух, как классно можно прыгать прям под молот. Могу, умею, практикую. Ааа, а так это отменяется, к слову? Не так-то все и просто. Мм, понятно. Учтем. Ага. Ну, это не страшно на самом деле. Королевское железо. Две штуки. И активатор, который нужен для наследования даров крови. Чтобы их не прокачивать. Ну, вроде как. Справились? С первыми глубинами. Ну, штука довольно интересная. Вопрос только в том, сколько в игре их всего. Ну, мне кажется, что должно быть много. Так, телепорт. Куда нам? Куда нам? Давайте на базу сначала проверим по улучшениям. Что мы еще можем улучшить. И, возможно, прокачаем уровень. Посмотрим, что к чему. Так. Вуаль, вуаль, вуаль. О, не модифицировать. Стоп. Улучшить, улучшить. Чёрный коготь плюс один. Дымки хватает. Королевское железо тоже. Всё хорошо. Алый рыцарский меч. Плюс три. Ага. А дальше уже нужна королевская сталь. Да? Угу. Дальше уже нужен другой вид ресурсов. И всё. И королевского железа больше нет. Так. Чёрный коготь у нас плюс два. Меч у нас плюс три. Да, спасибо тебе. Удача. Значит, теперь можно на оставшуюся дымку поднять уровень. Ну, девятый уровень пойдёт. Ой, кстати. Кстати. Давайте это. Подарим этой мадам. А-а-а. Так. Взаимообмен. Подарить ценности. Конфету пода... А, нет. Стоп. Конфету я бы подарил другому персонажу на самом деле. Где он? Где Луя? Вот ты. Угу. Взаимообмен. Подарить ценности. Он у нас исследует ведь кровавые слёзы, правильно? Леденцы в виде кровавых слёз, которые созданы, чтобы отвлекать бессмертных от жажды. Обладают металлическим привкусом. Держи. Тебе понравится. Эти конфеты сделали похожими по вкусу на кровавые слёзы. Определённо лучше, чем ничего. Постараюсь не съесть всё сразу. Ага. Так, а что мы можем от тебя получить в итоге? Вечный багрянец. Ммм. Оружие Луи. Благодаря механизму активации дара, его гравированный красный клинок способен одним ударом рассечь любой доспех, если заряжен и хором. Клинок был создан специально для Луи. Тем же бессмертным, который изготовил оружие Якума. Слушайте, я хочу метка приветствия. Этот предмет позволяет получить метку приветствия 3. Угу. Я хочу вечный багрянец получить, слушай. А если мы тебе подарим пожелтевшую книгу? Кого-то пугает обилие слов, скрывавшихся под обложкой, но увлечённых читателей и музыка. Фраза знакомит с новыми мирами. Луи, ты же умный. Самое оно. Я стараюсь читать разную литературу, чтобы расширять кругозор. А ты любишь читать? Могу посоветовать пару хороших книг. А, прости, заполтался. Спасибо большое. Тут ведь ещё не всем персонажам заходят подарки. Очки обмена 8? Да ладно. Так слушай, а что бы тебе ещё тогда подарить? Чеснок в шоколаде. Да я бы тебе всё на самом деле подарил, я хочу 50 очков набить. Необычный вымпел. Небольшой флаг, ранее часто продававшийся в сувенирных лавках. Необходимая форма... Необычная форма этого флажка заставляет задуматься. Хм, пожалуй, возьму. Позже может пригодиться. Ага, бери-бери. Блин, одно очко обмена. Ну, ничего, ничего, сейчас мы всё будем сливать. Луи. Это тоже Луи не понравилось. Фотоаппарат. Тоже Луи не понравилось. Чеснок в шоколаде, сомневаюсь, что понравилось. А, нет, понравилось. Странно. Запах должен быть отвратительный. У меня что, насморк? Дай-ка попробую снова. Прошу прощения. Спасибо. Съем чуточку попозже. Ага. Ну, не совсем зашло ему. Держи лапшу, Гейши. Меня как-то угощал. И он таким один преподаватель. Говорят, это ещё и десерт. Но мне, видимо, не понять. Почему они так считают? Не знаю, не знаю. О, 16 очков обмена уже. А, слушайте. А здесь чем дальше ты прокачиваешь? И тут уже другие появляются эти плюшки. Типа метка радость 2 стала доступна. Вот эти штуки стали доступны. Любопытно. Но нас интересует вот это. Вечный багрянец. Это в первую очередь. Так, а что у тебя есть? Так, стоп, 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 стоп. Взаимообмен. Катализатор дара. Дара улучшитель выносливости. Ну, ничего такого. А что у Ио? Восстановление осколков. Если отдать найденные в разведке осколки Ио, можно восстановить дары за коды крови и вернуть воспоминания, спрятанные в кодах крови. Ага. А в чем дело? Да я хочу посмотреть. Что у тебя есть? Кинжалы. Настой защиты от огня. Жест молитва. Так, ну это материалы. Я нашла для себя цель. Я придам форму силы создателя осколка и перемещу ее в твою кровь. Потому что ты, это ты. Справедливо. Береги себя. Спасибо. Очень справедливо. Я это я. Так, стоп, хватит бухать в одиночку. Что у тебя можно? Привет, как дела? Да норм, в принципе. О, проклятие демонов. Меч Якума. Его союзник в боевых сражениях. Он изготовлен необычным способом. Специально для нанесения размашистых ударов во время движения. Несмотря на величину. Якума получил его от того же бессмертного, который создал оружие Луи. И самостоятельно изменил его под свой боевой стиль. Хочу. Оно тяжелое будет, но все равно хочу для разнообразия. Почему бы и нет? Исследования были проще. Исследования были проще, когда у нас была Амела. Жертвами были высланы тропинки в глубины. Но даже самых стойких исследователей теперь погубили потерянные. Их количество все еще растет. Должны были остаться координаты, но большинство пропало вместе. С исследователями. Если найдешь там карты глубин, обязательно покажи их мне. Остальным займемся мы. Прочтем данные и нашедшим... И нашедшим их получат приоритет при путешествии туда. А что у тебя можно получить? А вот, кстати, активаторы. Штука довольно полезная, метка. Ага. По глубинам... Ну, тут исследовано все на 100%. Хорошо. Твое главное богатство это жизнь. Береги ее. Ага. Ну что ж, ребят. На этом мы эту серию закончим. Отправимся в потерянный город, в разрушенный... Хотели в этой серии, но тут уж... Нашли карту глубин. Пришлось это дело немножко отложить. Уж в следующей серии, я думаю, мы точно... Исследуем разрушенный город. А на этом все. Спасибо за просмотры. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok